Включил. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. В нем мы пришли к практически, почти к концу книги «Воэкрам». Я напоминаю вам, что в этом, поскольку он високосный, многие главы, которые иногда читаются по две, мы читаем по одной. Но видите ли, вот буквально недавно произошло некое действие, в результате которого Израиль впереди планеты всей. Дело в том, что предыдущая суббота была в Израиле уже не Песах, а обычная суббота, и мы прочитали главу Ахар-Эймот, а вне Израиля это был восьмой день Песах, поэтому было специальное чтение, и главу Ахар-Эймот читают только вот на этой неделе. Но поскольку я нахожусь в Израиле, вот я сегодня подготовил вам из недельной главы, которую читали у нас в Израиле вчера, из главы Кентушима, параграф номер 20. 19-й параграф, он есть у нас в архиве, и если мы успеем все пройти, я могу вам предложить почитать немножко из Мишны про Рабиакима, несколько рассказиков, которые вошли в Агаду, Агада Вавилонского толку. Я немножко поясню, что это такое для желающих в конце, перед тем, как перейти к самому тексту. Текст в этот раз не содержит, не очень много слов этих новых. Напоминаю для присутствующих, что заранее я стараюсь ставить на нашу группу в Телеграм-канале. Два файла, один из них мы видим на экране. Здесь текст плюс отмеченные слова. Желтыми я отмечаю слова, на которые я хочу обратить внимание, а зеленые слова, которые вошли во второй файл, файл словарь. Словарь, значит, мекуван, он направлен, он приближен именно вот к нашему тексту, то бишь я из всех значений, которые дает словарь, выбираю те, которые важны нам. Так, я начинаю читать глава двадцатая как сначала. И говорит Бог Моисею следующее. И сыновьям Израиля ты скажешь, человек-человек, то есть буквально каждый человек, любой из людей, мибне Исраэль, из сынов Израиля, уминга, гер, ага, Исраэль, и из пришельцев, поселившихся в Израиле, имеется в виду среди еврейского народа, который даст из потомства своего слова зера, означает семя и потомство, Молеху, Молех, это встречался он нам и в предыдущих наших разборах, это имя некоего идола ханаанского, культ которого был очень широко распространен. Естественно, Бог предупреждает евреев о том, чтобы они этим культом не увлекались. Значит, кто даст Молеху из своего потомства? Мот ю мат, смертью умрет. Ам-ха-аритс, вот это слово, это, точнее, выражение, иногда используется в значении простак. Обыкновенный человек, не особо грамотный, не ученый. Но здесь используется в прямом значении. Ам-ха-аритс, народ земли, то есть все люди, которые там живут. Ер-ге-му-гу, корень рейш-ге-мел-мэм, значит «забросать камнями». Мы знаем еще другое слово «забросать камнями», это называется «лес-кель-ски-ла». Это «побиение камнями по приговору суда». Здесь использовано вот это вот «ир-ге-му» слово, то есть закидают его «ба-авен камнями». Теперь я передаю микрофон Анне. Значит, мы делаем так. Кто готов, по очереди читает фразу и пытается ее разобрать. У нас есть очередь вообще-то. Да-да-да, конечно. У нас по чесноку. Если кто-то хочет еще, то ради Бога. Анна у нас распределяет очередь. Это я говорю для тех, кто к нам сейчас присоединился. Если кто-то не хочет, просто мы его обходим по желанию, без всякого принуждения, как на перу у Ахашвирошина Абдиль. Так, Анна читает Гиммел, да? Прошу вас. Да. Так, Гиммел, да. Ва-ни-эт-эн-эт-панай-ба-иш-агу-ва-их-ра-ти-о-то-ми-кери-фамо-ки-мизар-о-на-тан-ламолых-лэ-ман-тамэ-эт-ми-ка-тшэй-лэ-халэль-эт-шэм-кот-шэ-кот-шэ-кот-шэй. В общем, речь о том, что я, то есть Всевышний, обращу лицо свое, мое на этого человека, и чтобы искоренить его из среды народа его, ибо из потомства своего дал он молоху, чтобы искоренить, это Микотши, мою святость, и тамэ, да, ну как бы нечисто, как бы нечисто, словно нечисто, тамэ. И оскорить имя мое святое. Микдаши – это святилище мое. Лехалэль. Лехалэль. Сделать будничный буквально, да. Да. Халаль. Значит, в слове холь такой же корень, да. Халаль еще называется, это актуально, павший в войне, да. То есть умерший, да, убитый. И еще есть термин халаль, который используется в Аллахе, это потомство Коэна от запрещенного брака. Да. И еще халаль – это космос, вообще говоря. Халаль – это еще и пространство, некая полость, как мы говорим в благословении, халалалим-халалим. Да. Халаль – это халаль, да. И космос, да. Вот. Так. Далят, Людмила… Извините, Анна, кому? Тимофей, 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 Тимофей. Тимофей, Тимофей. Далят. Ве им га лэм я лиму амгарец эт эйнейхем минаиш агу ба цито мизго ламолек дебильці гамід ото. Посмотрите, в словаре, что нам дает словаре лэм – это как бы уклониться, да? То есть не совершить то, что он должен был совершить. Если уклониться, и этот корень повторен дважды для усиления, амгарец – народ земли… А, пожалуйста, Тимофей, дальше. Да, если уклониться народ земли, уклониться в свои глаза, получается, от человека, дающего из потомства его модыху, чтобы не умертвить его. И тут, видимо, будет продолжение в следующем. Да, да, да. Да. Если… Да. То есть если он не сделает этого, то, что он должен сделать, да, то тогда… Спасибо, Тимофей, все правильно. Действительно, продолжение в «Эй», которое прочитает… Людмила. Людмила. Прошу вас, Людмила. Так, какое у нас? «Эй». Спасибо, фраза сложная, поэтому спрашивайте, да. Да, да сам ты аниет панай, паиша у. И положу я. Буквально так, да. Лицо мое панай, это Всевышний говорит. То есть обращу внимание, да. На лицо человека. На человека. Панай – это мое лицо, это говорит Бог. То есть обращу лицо к человеку этому. Ум ва миш пахтоп. И на его семью. Совершенно верно. Веги кратник карет, да. То есть отделю его, да, как бы. Истреблю. И всех га зоним ахарав. Вот это слово мы читаем в шма. Ашератым зоним ахарая. Буздаем. Да. И все, кто ходит, да, блудно буквально, ахарав за ним. Да. Лизнот, чтобы блудить, ахарей гамулех. Да, для чего они ходят за ним? Именно с этой теми. Молоху. Да. Среды народа. Да, то есть я выделю их, я их отрублю буквально. Да. Карет – это буквально отрубление. Спасибо, спасибо. Молох – это… Это имя идола. Можно секундочку. Тут речь о том, что если суд, если суди того времени не исполнят свой долг и не осудят человека, который занимается всяким идолопоклонством, то как бы Всевышний берет на себя его наказание, и ему, в общем, мимо него это не пройдет. Как бы вот так вот. Да, да, да. Не думайте, что вам удалось скрыться. Более того, известно в том, что во многих случаях человек стремился сам получить наказание от земного суда в этом мире, дабы быть уверенным, что наказание суда он получил, и не получится так, что в будущем мире, да, и он окажет Всевышний уже по своим законам, которые могут быть значительно более строгими. Так, у нас есть новый участник. Если вы беретесь прочитать и перевести, пожалуйста, включите микрофон. Если нет, то я продолжаю с вами. Так, хорошо, давайте я читаю вам. И душа, имеется в виду, человек, который обратится к овот. Мы посмотрим в конце фразы, есть это слово в единственном числе. Да, хорошо, хорошо, я понял, да. Милости просим, слушайте и следите, насколько это возможно. Так, значит, ов это... Посмотрите, пожалуйста, ну, собственно, я могу это посмотреть. Вот, вот, в словаре, что словарь дает, ну, колдун, колдун. Дву раздвину разновидности, там, кто-то вызывает мертвых, а кто-то какие-то некие там тоже знахари какие-то, или там колдуны какие-то, да. Да, я помню, что вот в прошлом цикле по главе Шовтим давал разбор на основании комментариев Раши и Сунчину. Но здесь вот эти вот два слова, значит, ов это буквально... Спасибо большое. Буквально колдун, а слово ед, олни, естественно, как вы сами понимаете, а слово you dare знать. То есть имеет перевод достаточно точно на русский язык знахарь, да. Это некий человек, который знает пути управления, вот, точнее, вмешательства в каналы, по которым Всевышний управляет миром. Можно, ну, я сделаю маленькое извлечение, да, привести такой пример, что кукловод управляет марионеткой, значит, дергая за ниточки. Если зрителю не нравится то, что происходит на сцене, он может мешаться ножницами перерезать какую-то ниточку или начать дергать по своему усмотрению, да, но при этом он может добиться какого-то результата, а может и все испортить. Так вот, евреям строго-настрого запрещено вмешиваться, то есть обращаться к другим силам. Вообще-то говоря, человеку это не дано. Как, например, ангел, который обращается к Мануфу, отцу Шимшона, да, говорит ему, что делать, и Мануф спрашивает его, скажи мне свое имя. На что ангел отвечает, зачем ты спрашиваешь имя мое? А оно тайно. То бишь, тебе не нужно знать мое имя. Я не отвечу тебе, и я не выполню твои просьбы. Тебе незачем обращаться ко мне. Тем не менее, существует, существовали раньше, по крайней мере, да, вот такие способы вмешательства, да, но, как сказано, здесь даже не сами эти овод и ед о ним, а человек, который обращается к ним. А нефеш ашерт ифне, то есть человек, который обратится к колдунам и знахарям, чтобы блудить за ними, и обращу я лицо мое, говорит Семешний, на душу эту, и отрублю его, то есть эту душу, из среды народа его. Да, Зайн, Анна, пожалуйста. Сейчас. Так, Зайн. Так, вот это слово, я надеюсь, вы развернули. Освещайте, ну, освещайте себя буквально, то есть это Итпаэль, от Ткадош, Итпаэль, то есть будьте сами себя, сделайте себя святыми, да? И будьте святы, ибо я Господь Бог ваш. Да, да, верно. Спасибо. Так, Хэт, Тимофей. Это же она прочитала только. Да, да, да. А, слыха, слыха, слыха. Да. Мекадишхем. Мекадишхем. И храните законы мои, и делайте их, я Всевышний Мекадишхем. Мекадишхем, то есть освещающий вас. Мекадиш освещать хем, это вас, да. Есть, спасибо, Тимофей. Людмила? Ти иш, иш, ашер екалель эт авив в эт имо мод юмат авив в имо келель домав бо. Ибо каждый человек, который проклянет отца его и мать его смертью умрет. Отец его и мать его проклянут. Нет. Отца и мать он проклинал. А, кровь на нем. Кровь его буквально на нем. Кровь его на нем означает, что он сам в этом виновен. Спасибо, Людмила. Маленькое пояснение. Ле калель в современном иврите сейчас употребляется не по делу. Это просто как ругал. Но, по сути, клала это именно проклятие. То есть человек желает другому человеку чего-то плохого. Это пожелание имеет силу. И, значит, в отношении другого человека ему мало ли что там между ними может быть. Но, конечно, как мы понимаем, строго запрещено, проклинать отца и мать. Да, ну, мы это знаем. Так, спасибо. Так, после я вступаю, да? Так, ве ищ ашер йин аф ет ешет ищ ашер йин аф ет ешет тар эгу мод ю мат га но эф ве га но аф д Десь есть слово, которое, корень, которое повторяется четырежды давайте вспомним, что это значит и человек, который, что такое не уф что такое на аф правильное мы встречаем 20-ти речения не прелюбодействуем что это такое какие именно связи запрещены мы не так давно это читали в конце главы хрэймот в этом году мы это разбирали да но здесь речь идет что называется прелюбодеянием связь со замужней женой причем не имеет значения имеет продолжает ли она отношения со своим мужем покуда не оформлен развод по всем правилам то есть то, что называется гет она считается замужней женой и если человек другой имеет с ней связь это называется прелюбодеяние не уф и человек, который будет прелюбодействовать с женой эшет иш это означает мужняя жена который будет прелюбодействовать да ну здесь в русском языке это был непереходный который совершит это действие с женой ближнего своего мод ю мат умрут смертью и прелюбодея и прелюбодея как в женском роде то есть речь идет о том что виновны оба так понятно юд алиф анна пожалуйста так тва иш ашер иш каф эт эршет авив эрват авив гела мод юмато юматуш нэгэм юматуш нэгэм дмэйгэм бам челэк человек который ляжет который возляет с женой отца своего да ляжет с женой отца своего откроет наготу отца своего он открыл смертью да умрут они кровь на них кровь их на них да совершенно да значит слово шаха корень хав бет мы встречаем опять же шма у шок бэха у кумэха лажать и вставая так напоминаю вам так юд бет да тут есть такое слово которое сейчас да прошу да читаем вы шэр ишка эт калято мод пьюмту шнэйгэм тэвэль ассу дмэйгэм бам и человек который ляжет с невесткой своей смертью умрут оба да тэвэль непотребство смотрю да пусть будет да непотребство сделали кровь буквально да да слово тэвэль иногда значение его как весь мир как мы читаем например каббала шаббат но здесь это означает именно непотребство гнусное обратите внимание что в русском языке невеста и невестка практически совпадают невеста это будущая жена невестка это жена сына а и в иврите тоже слово кала означает и то и другое да совершенно верно у меня в переводе в переводе почему-то снаха это то же самое снаха да снаха невестка жена сына да дальше да да верно Людмила вам достается юнгебел да вы иш ашер ишкав эт захар миш квей миш квей иша тоэва асу шнейхам мод юмату юмату дмейхам бам и человек который ляжет с мужчиной миш квей да лежание буквально возлежание с женщиной то есть будет делать с ним то что делают женщиной тоэва асу мерзость сделали они шнейхам оба они шнейхам оба смертью умрут кровь их на них да да именно так да вот такой закон закон суров юн это очень популярная популярная так сказать толерантная популярная даже я участвовал в передаче русскоязычного телеканала по поводу рада так называемой гордости ну нашли чем гордиться так хорошо юдалят читаю я и она подвинет текст да так дальше я пишу потому что она подвиньте текст пожалуйста это это на там должен подвинуть а это на танцет понятно понятно на кого мне бочку катить понятно так так нет нет это это разврат извините в огне будут будут сожжен он и обе они в это так обратите внимание что слово имеет суффикс суффикс женского это и не будет разврата в среде вашей вот такая история да обратите внимание что нет запрета многоженства теоретически многоженства разрешено правда примерно 200 лет назад даже нет побольше извините тысячу лет назад да херем рабейну гершон да запретил иметь евреям ашкеназов ашкеназов он принял повсеместно да более одной жены одновременно вот но 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 если человек берет с тебя в жены женщину он не должен брать ее мать соответственно ее дочь вот таков закон так так юд так где мы тет вав 15 тет вав да тет вав тет вав тет вав баша да 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 прошу так так иш ашер иш итен шхавто бивэм бивэма мод юмат эт абэгема тагарогу это и человек который ну даст 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 лежанием со скотиной ну ляжет со скотиной смертью умрет а скотину убьют хотя она вроде ничем не виновата но тем не менее да да чтобы не было повадно все бы не напоминала она о таком вот нарушении жутком да это спасибо анна это зайн семей да да вейша ашертикав эль коль бэгема лэ рива от в аракта эт аиша вэт абээма мод юмато 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 даме гембам и женщинам которые приблизятся к всякой скотине для рива чтобы размножиться буквально так но имеется ввиду да для совокупления ну да и вэ аракта и убьешь женщину и скотину смертью их умрут кровь их на них кровь их на них да теперь весьма интересная фраза юдзайн спасибо тимофей которая достается людмиле обратите внимание на это слово выделенное оно переводится совсем не так как может показаться это дзайна вэ иша ашер тикрав эль коль бэхэма нет это было нет это было юдзайн а юдзайн вэ иш ашер иках эт ахото бат авив о бат имо вера эт эрватах вэхи тирэ эт эрват то хэсэт ху вэні хрету лэ эйне бне амам эрват 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 ахото гелла оно а воно в данном случае а воно эсэ 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 амам тирэ увидит наготу его вот слово хэсэ в данном случае означает конечно же не милосердие а объясняет комментарий что происходит это от близкого по звучанию слово армейского хэсэ Да, это позор. А Медраж говорит, что вот Каин взял жены, свою сестру, но ведь милость явил Всевышний, чтобы произвести человечество от них. Сказано, что о пророждении Каина и Эвеля ничего не говорится, откуда они взяли жен. Другого источника не было. Да, мир милостью построен. Вот из комментариев Раши, который объясняет, что слово хэсэд означает здесь совсем другое дело. А корень тот же, да? Получается, что тот же, да. Случайно совпало из арамейского, видимо, да? Да, да, возможно. И позор это, и будут они отторгнуты в глазах сыновей народа. Нагота брата его… Потом, сестры. Наготу сестры его… А, сестры его открыл… Да, что такое? А он? Грех его… Да, грех его… Несет, несет. Он несет, да. Он несет. Да, да, да. Совершенно верно. Да. Спасибо, спасибо. Так. Я читаю. И человек, который возлежит с женщиной. Дава – это буквально страдающая, да? Имеется в виду плановое страдание, то есть то, что проходит практически по расписанию, да? И открыл наготу ее и исток… Так, мекора эра. Эра, так, вот этого слова я не выделил. Ну, смысл тут такой, да, открыл исток ее, и она открыла, мекорда мейла, да, источник крови ее, вених ретушныем, и оба они истребятся из народа, из среды народа их. Так. Угу, да. У нас появится… Как быть следы? Нет, я, может быть, что-то тут вот с этим словом не помню точно. Мекора геэра. Вот это слово я не помню. Если вы посмотрите по переводу, да, вы мне можете сказать. Увидел. Ну, как, видимо, от видеть. А, нет, 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 нет. Или показал. Нет, ра, ра должно быть через алифа, здесь альфа. Тут написано, ибо она, если бы он обнажил исток ее, она открылась в течение крови своих. Обнажил, значит, да, айра. А, ну, конечно, эрва. Арает, да, да. Да, эрва, да, а, да. Эрва, это нагота, а вот здесь вот эра, очевидно, от этого же корня. Ну, так, я понимаю. Понял. Владимир у нас появился, мы не забудем на него перевести стрелки. Когда нужно будет, да? Да. Так. Ну, после меня Анна читает, да? Да. Так, прошу вас. Вээрват, ахот, имха, ахот, авиха, ло, тегале, киэт, шеэро, хеэра, авонам, авонам, исау. Исау. Наготу сестры отца твоего не открывай. А, ты, скажи, не ошибся. А, сестры матери твоей. А, сестры матери твоей. Матерь, не открывай. И сестры отца твоего не... И сестры отца, и матери не открывай. Ло, ты, давай, не открывай. Ибо... Это близкие родственники, да. Да, наготу родственницы своей открыл. Грех на... Грех на них. на них. Грех понесут, да, грех буквально понесут. Обратите внимание, что вот в прошлом было сказано, да, про сестру по отцу и сестру по матери. Спрашивается, а та, которая является сестрой и по матери, и по отцу, мы делаем вывод, кальвы хомер, тем более. Тем более, да. Конечно, да. Вот. А теперь здесь рассматривается отдельно. Значит, сестра отца и сестра матери. Так, Каф? Тимофей. Да. Веиш Ашер Ишкап Эт Додото Эрват Додо Геда Эт Ам Исау Ари Рим Ямуту Переводим. И человек, который ляжет с тетью своей Додо Да. Да. С тетей своей Наготу дяди его Дяди его Додо Да. Грех их понесут бездетные Да. Совершенно верно. Ари Рим Это бездетные Да. Хотя другое Другое слово еще есть Акара В Торе Акара Это Женщина бездетная Ари Рим Сколько я понимаю Это может относиться По-моему По-моему Не уверен Но против Так Передавайте Людмила А потом Владимир Тогда Давайте Тогда Вэ Иш Ашер Иках Эт Эшет Ахив Недахи Эрват Ахив Гела Ари Рим Ихью И человек Который Взял Жену Брата Его Своего Не дана Но отдаленная Да Наготу Брата Его Открыл Он Бездетными Они Будут Будут Да Совершенно верно Да Слово Неда Относится К женщине В определенный Период Вот Но вообще Это означает То что Отделено От Отодвинуто Да Теперь Владимиру Мы поручим Тут речь идет Можно Две секунды Тут речь идет О том Что Не всегда Получается Как бы Наказать Человека За какие-то Теленные Проступки Потому что Это же Всякие Такие вещи Которые делают Не при свидетелях Поэтому Речь идет О небесном Суде Если Земной суд Человека Покарать Не сможет В каких-то случаях То небесный Суд Его точно Уже найдет Такая вот История Да Совершенно верно А Неда Это нечистота Обычно Женщине Говорится Нечистота Да Буквально Буквально Она Отдаленная Отстраненная 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 Какой непонятный Здесь Ну Нод 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 Жи По-моему С Китани Нет Похоже Похоже Не Хукатай Ба И сделает И сделает Это И не Мы переведем Как Не изрыгнет Этхема Арес Вас Земля А И не изрыгнет Вас А А так Это вообще Вырыть Да Как вы сказали Такие что-то Вырывать Рвота А вырывать Вырывать То есть Ну Стошнит Вот как Стошнит А Стошнит Вами Вот Стошнит Понял А тут Не изрыгнет Вас Земля Которая Которую Я Которую Я Привожу Вас Приношу Которую Я Привожу А Привожу Которую Привожу Ну Это конструкция Такая Еврейская Да Земля Которая Я Привожу Вас Туда По-русски Это будет звучать Так Земля Которую Я Привожу Вас Ла Шевет Ба Ла Шевет Садитесь Садитесь При Сюда Ну Жить Имеется Ла Шевет Чтобы Асесть Асесть И жить Асесть Ла Шевет Это именно Асесть Да Ашам Это ашам Шама Это там А шама Это туда Иногда путают А как сказать на иврите Сюда Кто скажет мне Правильное слово По Нет По По Это здесь По Это тут Натан улыбается Наверное он знает Но мы его спрошу Будем По По Нет Хорошо Если так Нет Нет Вот представьте себе Правильное выражение От слова Гинэ Вот А сюда Это Гэна 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 Сюда Да Я у себя слышу Под окном Я у себя слышу Под окном Слышу под окном Каждый раз Когда родители Завы Своих детей Поэтому это Стандартная Буэна 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 Это буквально Подойти сюда Это вообще Буэть суда По моему Стандарт Да 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 Мои Две старшие дочки Да Одна другую зовет Ривка Бой Я И на это Отвечаю По-английски Ривка Гоу Ну а что остается Так Хорошо Игра слов Господа Так Шамала Шаветба Кав Гимн Очевидно Мое Да Натан Двигай текст Двигатель текстов И прогрессов Вот 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 Да Чуть-чуть назад Чтобы я видел Там последние строчки А Прогресс назад Это отлично Вот это мне тоже нравится Регресс Да Вот так Вот так Так Кав Бет Я читаю Ушвар Этколь Хукутай Надлогические Которые Не Объяснимы С точки зрения Логики Человеческой Но мы Исполняем их Поскольку Это повеления Божественные Вот Ну например Законы Кашрукта Почему Можно есть мясо Одного животного И нельзя Есть мясо Другого животного Хотя Другие Другие народы Отправляю Сочувствовать Сочувствовать Отвращение Помните Ну в данном В данном случае Опротиветь Но Не думайте Что это Еврейская Фамилия Еврейская Фамилия Значит Совсем Другое И пишется Кстати Иначе Так Владимир Я напоминаю Вам Что есть Файл Который Я ставлю В Телеграме Те слова Которые Зеленого Фона Выделены Они там Заранее Переведены От какого Глагола Еще раз Это Лакет Ну Наверное Так Наверное Куц Лакуц Должно Быть Я Не пользуюсь Этим Глаголом Хотя Может И стоило Так Хорошо Это Я Прочитал Да Каф Алит Анна Да Просто Да Вам Вамар Лахем Этхем Тершу Атем Тершу Эт Адматам Вони Этнена Лахем Ларешет Ота Эрет Зават Халав Удваш Ани Ашем Элокейхем Ашер Ивдальти Этхем Мин А Амим И сказал Им Сказал Я Вам Сказал Всевышний Сказал Я Вам Вы Завладеете Ну Наследуете Буквально Землю Их То есть Тех народов Которых Я прогнал От вас Идам Я Вам Ее В Наследие Эту Землю Зават Халав Удваш Это Которая Течет Молоком Медом Я Господь Бог Ваш Который Ивдальти Отделил Вас Из всех Народов Из всех Народов Выделил Вас Из всех Народов Да Совершенно Говорит Что он Отделил Евреев От Других Народов Которым Там Что-то Не запрещено Запрещено Евреям Вот так Да Так Оно И есть Обратите Внимание Что Мы Говорим Что Народы Земли Называется Словом Бой А Еврейский Народ Он К нему Применим Термин Ам Но Это Не всегда Так Например Бог Говорит Авраам Что Твои Твое Потомство Будет Бой Гадоль Народом Великим А вот Здесь Другие Народы Тоже Названы Амим Амей Га Арц Так Что Не всегда Так Верно Спасибо Кав Гэй Кав Гэй Это я Тимофей Тимофей Да И вдаль Тем Бэйн Абээма Аттэгора Латам Латмэа Убэйна Оф Атамэ Латагор Вэллё Тэшакасу Эт Народ Шоптэйхем Бэгэма Ува Оф Увэхоль Ашэр Тихо Тирмош Тирмоз Адама Ашэр Ивдальти Лахэм Лэтамэ Верно И Различайте Между Животным Чистым И нечистым Между птицей Нечистой И чистой Вэллё Тэшакцук Тэшакцук Испытывать отвращение Или осквернять Да И не оскверняйтесь Не оскверняйтесь Душ ваших Душ ваших Да Тем чем Животным Животным И птицей И всем Чем Киши Тирмоз Рамас Это кишеть Буквально Да Ползость Шевелится Да Рамас Ара Это мелкие Земля Мелкие Существа Которые Нам запрещены Так Да Земля Которую Выделил Вам Тамэ Да Осквернять Да То есть Не Оскверняйте Души ваши Чтобы осквернять Землю Да Да Верно А как будут мелкие Ветерства Еще раз Вот эти Кроммес Значит Да Всякие Мелкие Существа Называются Словом Шерец Но этого слова Здесь нет А здесь Есть слово Ромес Ромес Это значит Кишеть Да То есть Крабы Креветки Да Всякие Туда Входят По современной Классификации Как Млекопитающие Например Мыши Так И Всякие Ящерицы Змеи Земноводные Так И Даже Насекомые Все что Кишит Да Буквально А где написано Ромес Еще Ромес Ромес Тут Ромес Вот Тирмос Тирмос Вот На зеленом Последний Да Да Так Хорошо Теперь Людмила Камбам И Владимир Камзайн Я скажу Просто пару Слов По файлу Которые Я поставил На нашу В нашу Группу В Телеграме Так Людмила Прошу вас Каф Да Вихьетем Ли Кдошим Кикадош Ани Ашем Ва Авдиль Этхем Минхамим Лихьет Ли И Будете Вы Мне Святыми Ибо Свят Я Господь Отделите Отделю Буквально Авдиль Я Отделю Вас От народов Быть Мне Для того Чтобы вы были Мне Спасибо Так Владимир Каф Идони Мод Йомато Йомато Баэвен Иргму Иргму Отам Гниэм Бам Человек Или Мужчина Или Женщина Которые Были С ними Если Будет В вас Среди Них Да Теперь Вот эти Два Слова Вначале Мы Разбирали Ав Это Колдун Ядони Это Какой-то Колдун 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 Кто-то Вызывающий Кто-то Вызывающий Духов Делающий Вид По-разному Считалось Действительно Он их вызывал Он делал вид Что он Говаривал А второе Тоже Что-то Я забыла На комментариях Руками Какие-то Руками От слова Едыми Рука Это не рука А это От слова От корня Йодэ Знать То есть Буквально Снафэ Но Это Отрицательная А в отрицательном Суще Не в том Положительном Что Да Не то Что он знает Как лечить Например Травами Или Наложением Рук А знает Он То Что Знать Нам не следует Как Обращаться Каким Там Да А Не чистые Дела Ов Ов Это А это Ов А корень Это Не Мы Не Видим Тут Корень Не Тот же Корень Как Курица Не Не Ов Курица Там Фей А Там Фей Точно А А А Мод Извините Да Мод Мод Глава Есть Такая Мод Я забыл Что Зачем Здесь Смерть Умрут Мод А Смерть Умрут А Умрут Смерть Да Ба А Эвен Эвен Да Ергему Это Забросать Камнями Забросать Камнями Забросать Ергему Забросать Ергему Забросать Да 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 Кровь Дам Кровь Их На них То есть Кровь Их На них Имеется После Как их Забросают Они Покроются Кровью То Что Вина Они Сами Виноваты Они Они Привели Дело К тому Что Теперь Они Убиты Да Совершенно Верно Сейчас Я скажу Вам пару Слов По поводу Файла Которые Я поставил На Телеграм Канал Настоящий Период Между Песох И Швуд Связан С Раби Акивой И его Учениками И Четыре Истории Я нашел В разных Источниках Поэтому Где-то Они Даны Согласовками Где-то Без Вот И Нашел Я Соответствующие Переводы Я Рекомендую Тем Кто Хочет Продвинуть Свой Иврит Почитать Эти Истории Поскольку Это Иврит Мишна Ицкий Периода Не Танахического А периода Мишны Он Он Отличается Своей В общем-то Лапидарностью Ну И Немножечко Словарным Составом Но Обратите Внимание Что Перевод Не Везде Адекватен Он Чуть-чуть Может Отличаться От Иврит Текста Вот Но В целом В общем-то Он Правильный И Вот Значит В первую очередь История Которая Идет Последняя Четвертая Это История О Сейчас я Уже Не будем Делать Демонстрацию Экрана Я просто Для себя Это Открою Вот Значит Это История О Том Как Объяснил Римлянину И просто Знатному Облеченному Властью Рабе Акива Сказанное В Урока Малахи И Почему Я поставил Эту Историю Потому что Вот Эти слова Входят В автору Которую Кто-то читал На прошлой неделе Кто-то на этой неделе А кто-то будет еще Читать Далее Потому что Я Объяснял вам Что Немножко есть Расхождение Чтение Торы И кроме того Есть в разных Группах По-разному Оформлено Чтение Авторы Так вот Фраза Которую мы читаем Да Что Всевышний Возлюбил Евреев И возненавидел Идолопоклонников Потомков Эйсава К которым Формально В общем-то Относятся Римляне Объяснил Рабе Акива Что Речь идет Не о том Что Как у Учителя Могут быть Свои Любимчики И нелюбимчики В классе Но если мы видим Что Одного Ученика Учитель хвалит А другого Другому Делая Замечание И наказывает И даже Ставит в угол И вызывает Родителей Это связано Не с нелюбовью А с поведением Этого ученика Советую вам Почитать По крайней мере Вот перевод Который по-русски Да Чтобы знать О чем Тут идет Речь Ну вот Есть истории Весьма Поучительные О том Как Раби Акива Дошел до жизни Такую Как он Заслужил Стать таким Мудрецом Вот И история О Предсказаниях Которые Значит Сказал Он Другим Мудрецам И тем самым Их утешил Ну Истории много На самом деле Вот Это Интересные Тексты Которые Для Изучения Еврита Весьма Полезны Спасибо большое Всего доброго Приходите еще Ой Скажите Где вы нашли Позже Почитать Роману Если вы начали Ураши Это в интернете Можно найти Есть ссылка На сайт Где Что-то я ссылки Не вижу Есть Я не здесь Я в группу Поставлю Есть ссылка А в группу Ватсап В свое время Я давно Ватсап Но можно И повторить Конечно А можно Но в какую группу Ватсап У нас есть группа В Телеграме А в Телеграме Держите связь Лучше через Телеграм Да Хорошо